Сергей Кутовой. Сергей Кутовой был обычным школьником до того момента, как его сбил грузовик. Ему ампутировали ногу, и он погрузился в уныние, набрал вес и не хотел жить. Но затем проснулся интерес к спорту. Сергей круто подкачался и создал популярный блог, а после женился и стал отцом. Своих ограничений он не стесняется. В его блоге полно фотографий с протезом и в инвалидном кресле. Эйми Малинс. В детстве Эйми ампутировали ноги из-за отсутствия малоберцовых костей, но это не помешало ей стать одной из самых красивых людей по версии журнала People. Она занимается спортом и установила три мировых рекорда, снимается в кино, участвует в модных показах и появляется на страницах модных журналов Vogue, Glamour и Elle. У Эйми есть коллекция экстравагантных протезов для разных образов. Андрей Зебров, известный актер сериалов, агент национальной безопасности и улицы разбитых фонарей, пережил нападение хулиганов. Он был ранен в голову из травматического пистолета и попал в больницу с тяжелым ранением глаза. Врачи несколько операций, но не смогли сохранить глаз. Андрей живет с протезом уже 10 лет. В личной жизни у него все хорошо, но режиссеры меньше зовут сниматься в проекты, вероятно, из-за перемен во внешности. Зато актер востребован в театре. Маргарита Грачева. История Маргариты Грачевой из Серпухова, которой муж отрубил руки, потрясла Россию. Теперь она использует бионический протез, однако чудо техники не способно полностью заменить утраченные руки и имеет тенденцию выходить из строя в неподходящие моменты. Протез рассчитан на несколько лет работы, требуя замены каждые 3-4 года. Маргарита Грачева вела телешоу «Близкие люди», а в 2024 году выходит программа «Откровенно с Грачевой». Сама виновата? Энджел Геуфрия. Энджел Геуфрия родилась без руки и начала носить протез уже в 4 месяца. А за свою жизнь она использовала в целом более 30 протезов. Энджел – спикер и начинающая актриса. Она снималась в серии «Голодные игры». Энджел называет свою бионическую руку киборгом и активно ведет социальные сети. Виктория Модеста. Виктория Модеста, модель и певица с советскими корнями, в детстве столкнулась с медицинскими проблемами из-за вывиха бедра левой ноги при рождении. Она перенесла много операций, но безрезультатно. Переехав в Великобританию, она поняла, что мода и красота могут быть разными и нашла вдохновение в андеграунд-культуре. В 20 лет она приняла решение ампутировать больную ногу и модифицировать свое тело. Виктория стала успешной певицей и первой бионической женщиной на сцене. Слава Тейлор. Известный тиктокер лишился ноги еще в детстве в результате ДТП. Родители купили ему протез и сейчас он активно живет, создавая забавные ролики для тикток, путешествуя и занимаясь спортом, как и многие его сверстники. Хотя были и темные времена, после произошедшего Слава не хотел жить, а процесс адаптации к новой реальности был непростым. Потребовалось много времени и усилий. Роман Костомаров. В январе 2023 года фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, после чего он оказался на ИВЛ и в медикаментозной каме. Из-за длительного пребывания в аппаратах у него возникли проблемы с кровообращением и ему ампутировали голени обеих ног и кисть руки. Сейчас Роман активно занимается спортом и даже выходит на лед. На 2024 год планируется гастрольный тур. У него установлены бионические протезы.